В проекте Zargates открылся магазин, где можно обменять монетки из игры RetroDrop на билеты. Чем больше билетов вы купите, тем больше токенов проекта получите. Кроме того, каждый билет дает шанс на выигрыш суперценного NFT, с которым можно майнить токены. Если вы не в курсе, что это за проект, обязательно посмотрите вот это мое видео, потому что Zargates точно стоит вашего внимания, и вам точно нужны эти билеты. Вот только они не из дешевых. Сейчас цена составляет миллион монет, и она будет расти каждый месяц, поэтому выгодно покупать билеты как можно раньше. В своем прошлом видео я показывал стратегию игры, позволяющую дойти до сотого уровня и получить 100 тысяч монет. Это хорошо, но недостаточно. Сегодня я покажу новую стратегию, играя по которой вы сможете зарабатывать по 130 тысяч монет за игру. При этом вы еще и попадете в 100 игроков, а если повезет с бонусом, возможно и в топ-10, что даст вам дополнительные монеты для покупки билетов. Вы на канале CoinExplain, и мы... Стоп, стоп, стоп. Прежде чем мы начнем, поскольку я бы не хотел отвлекаться по пути, прошу вас прямо сейчас быстро подписаться на мой канал и поставить этому видео лайк. Да, немного авансом, но если что, потом заберете назад. Так, поставили? Подписались? Супер! Тогда вы на канале CoinExplain, и мы начинаем! Сразу отмечу, что это не стратегия топов, и для гарантированной первой десятки вам нужно нечто большее. 130 тысяч – вот все, что я обещаю. Не забудьте, что результат зависит и от карты. Поскольку карты меняются ежедневно, результат также будет меняться. В игре присутствует фактор удачи, а именно сундуки с бонусами на 50 уровне. От качества бонуса сильно зависит ваш итоговый результат. И топ игроки иногда по многу раз переигрывают карты, чтобы поймать хороший бонус. Однако, даже с плохим бонусом и на сложной карте вы сможете получить минимум 130 тысяч монет, если точно будете следовать моей стратегии. И самое важное в ней – это ранняя стадия. Ваша задача – поставить первую баллисту третьего типа на 43 уровне и вторую на 55, а лучше раньше. Имея две баллисты третьего типа, вы можете играть гораздо свободнее и экспериментировать с разным оружием. Чтобы этого добиться, вам понадобится много монет. И вот это как раз ключевой элемент стратегии. В прошлом видео я говорил, что вы получите больше монет за каждую волну, если будете запускать ее вручную, до того, как все враги будут побеждены. Однако, путем экспериментов я определил, что количество монет зависит от того, как быстро была нажата кнопка новой волны после ее появления. Чтобы получить максимум, вам нужно нажимать на кнопку как можно быстрее, каждая секунда на счету. При этом имеет значение скорость игры. На высоких скоростях время умножится и результат будет хуже. Поэтому важно нажимать на кнопку только на скорости x1. Вот 4 скриншота. На них указан накопленный баланс к 10 уровню. Как видите, наибольший баланс получен на скорости x1, и чем выше была скорость, тем ниже оказался баланс. Четвертый скриншот с наименьшим балансом получен при нажатии на кнопку новой волны не сразу после ее появления, а спустя пару секунд. Кажется, что балансы на скриншотах отличаются совсем немного, но это так лишь для первых уровней. Чем уровень выше, тем больше разница, и к сотому уровню вы недополучите уже многие тысячи монет. Так что запомните, важно нажимать на кнопку новой волны как можно раньше. Итак, переходим к стратегии. Вот перед нами карта. В данном случае это карта обычной сложности. Она определяется по количеству свободных клеток для башен. Здесь их 21. Одна. Конечно, очень важна и траектория пути, но ее сложно оценить объективно, а вот клетки посчитать легко. Например, карты с 18 клетками значительно сложнее, хотя и не всегда. Первая башня, которую я ставлю, это пушка. При этом крайне важно место ее установки. Это должна быть хорошая точка на повороте или петле, но и не самая лучшая, поскольку в такие мы будем ставить баллисты. Кроме того, я предпочитаю выбирать удаленную от старта точку, так просто удобнее начинать. Вот эта клетка отлично подходит. После установки пушки наша задача улучшить ее до 10 уровня, причем на некоторых картах будет достаточно 9 или даже 8 уровня. Чтобы накопить достаточно монет для улучшения, нам понадобится 7 волн. Запускайте новую волну и начинайте улучшать пушку. При этом внимательно следите за стартом, и как только там появится кнопка новой волны, немедленно ее нажимайте. Также не забудьте в настройках пушки поменять режим цели с Fixed на Unfixed, чтобы башня пропускала меньше быстрых врагов. После того, как ваша пушка улучшена до 10 уровня, мы не останавливаемся и продолжаем запускать волны. Теперь наша задача накопить монет для установки второй башни, а именно Теслы. Это огненная башня второго типа. Пока наша пушка сдерживает волны врагов, мы усиленно копим монеты и внимательно следим за балансом, поскольку в этот момент важна каждая секунда. Башня Тесла стоит чуть больше 7 тысяч монет. Как только мы их накопим, ставим игру на паузу и спокойно устанавливаем башню. В отличие от пушки, башня Тесла останется с нами до конца игры, так что выбирайте хорошее место установки. И конечно, оно должно быть таким, чтобы не пропустить уже запущенные ранее волны врагов к финишу. На данной карте подходящее место находится вот здесь. Ставим сюда огненную башню и сразу же прокачиваем ее до второго уровня, а цель меняем на Unfixed. Важное уточнение. Покупать все башни нужно именно так, сразу прокачивая их тип. Если вы заранее поставите сюда огненную башню, чтобы позже ее прокачать, вы потратите больше денег, поскольку с каждой волной стоимость прокачки установленных на поле башен растет. Так что ставьте новую башню только тогда, когда у вас хватает денег на ее улучшение до нужного типа. Следующий шаг стратегии улучшить Теслу до 6-7 уровня. Снимаем игру с паузы и продолжаем без устали запускать волны врагов, постепенно улучшая башню. Где-то в этот момент я ставлю на карту башню замедления первого типа для помощи оружейным башням. Ее стоит установить в такой точке, чтобы она приносила пользу и пушке, и Тесле. Обычно мне хватает одной такой башни, но на этой карте я сразу поставил и вторую. Эти башни сразу после установки нужно улучшить до 5-го уровня. Тем временем у нас запущена уже 21-я волна, и теперь врагов на карте довольно много, чтобы это могло стать проблемой. После 21-й волны нужно снизить темп и временами ждать по несколько секунд, прежде чем запускать новую волну. Первая башня Тесла хорошо держит волны врагов, но этого недостаточно. Нам нужно поставить на карту вторую Теслу и улучшить ее до 6-го уровня. Не забывайте постоянно запускать новые волны. Примерно к 24-й волне вы сможете накопить достаточно монет для второй Теслы, а к 30-й волне вы получите финальную расстановку с пушкой, двумя башнями Тесла 6-го и 7-го уровней и минимум одной башней замедления. На этой карте мне понадобилось улучшить вторую Теслу до 7-го уровня, но это не всегда нужно. Такой расстановки хватит, чтобы удерживать волны врагов и спокойно накопить 50 тысяч монет для покупки ключевого элемента стратегии баллисты третьего типа. Будьте внимательны, старайтесь не пропускать ни одного врага. Каждая из ваших 20 жизней будет очень ценна на высоких уровнях для получения большего количества монет, поэтому сохраните их все. Не запускайте слишком много волн, чтобы понять сколько именно, понадобится некоторый опыт игры. Я накопил нужную для баллисты сумму в последний момент, когда два быстрых коблина были уже на пороге моего замка. К сожалению, один из них все же прошел внутрь, но из-за этого я не стал перезапускать карту. Итак, ставим игру на паузу и спокойно устанавливаем баллисту на подходящее место. Сразу же прокачиваем ее до третьего типа и максимально улучшаем на оставшиеся деньги. Привычно меняем настройки цели на Unfixed и запускаем игру. Итак, у нас 43 волна и первая баллиста установлена. Для перехода на следующую стадию стратегии нужно улучшить ее до 7 уровня, а также установить вторую такую же. Это будет сделать довольно просто. Запускайте по нескольку волн врагов за раз, 3, 4, 5, зависит от карты, и наблюдайте, как ваши башни без проблем уничтожают врагов. На 50 уровне заберите свой приз. Я обычно беру улучшение баллисты или повышенные награды за новую волну, смотря что из этого есть. В данном случае мне выпал поистине королевский бонус – уменьшение стоимости баллист на 1%. Да, с таким бонусом на то просчитывать не стоит. Но для данного видео это наоборот хорошо, никто не скажет, что мой результат был получен за счет бонуса. Итак, мы все еще копим монеты для покупки второй баллисты. Обратите внимание, что я не устанавливаю ее заранее, чтобы не переплатить лишнего. Нужная сумма накопилась к 53 волне, и я спокойно устанавливаю баллисту на подавающее место, сразу прокачивая ее до третьего типа. А к 56 волне я улучшаю ее до 7 уровня. На этом самая важная часть стратегии пройдена. Далее могут быть различные варианты, и вы сможете поэкспериментировать с разными башнями и их комбинациями. На этой карте нет хорошего места для установки лазера, поэтому я буду продолжать играть исключительно на баллистах и теслах. Продолжая неустанно запускать волны врагов, примерно к 62 волне я получаю возможность установить третью баллисту, что сразу и делаю. Я также не забываю менять настройку цели на unfixed, поскольку это помогает бороться с быстрыми врагами. Баллисты я улучшаю до 7 уровня, но это дело вкуса. Также, если позволяет место, я устанавливаю на карту дополнительные башни замедления для помощи моим орудием. Эти башни стоят недорого и в случае необходимости их можно заменить на другие, почти ничего не потеряв. Продолжаю копить деньги и к 71 волне ставлю четвертую баллисту. После 70 волны с ручным запуском я действую уже аккуратнее, пускаю только по 2 или даже по 1 волне, это зависит от карты и от набора юнитов. На 76 волне ставлю пятую баллисту и постепенно улучшаю ее до 7 уровня. 80 волна оказалась для моей обороны слишком сложной, и я, поставив игру на паузу, в срочном порядке ставлю башни последнего шанса, а именно башни-телепорты. Конечно, это стоило сделать раньше. Телепорты – это прокачанные до третьего типа замедляющие башни. Они очень важны и сильно определяют успех вашего прохождения. Работают эти башни просто – телепортируют одного врага на несколько клеток назад. В идеале – к самому началу трассы, так что враг заново проходит все пушки. Телепортировать одного и того же врага можно только один раз. Именно поэтому нельзя ставить телепорты в начале или середине карты. Там они будут только мешать, создавая вам иммунных к телепорту врагов. Ставьте эти башни в самом конце карты, так, чтобы они не захватывали предыдущие петли и давали врагам возможность пройти максимально длинный путь под обстрелом ваших башен. Установив телепорт, постарайтесь как можно скорее улучшить его до пятого уровня, чтобы он работал как можно быстрее и отправлял врагов как можно дальше. На этой карте довольно много мест для телепортов. Это поможет пройти больше волн. Видите, я установил башню, и она отправила всех врагов, которые почти прошли в замок, обратно к началу пути. А я тем временем продолжаю ставить баллисты. К восемьдесят четвертой волне покупаю уже шестую. Конечно, сразу улучшаю ее до седьмого уровня. Пока моя оборона выдерживает натиск очередных волн врагов, я продолжаю копить деньги, чтобы к восемьдесят девятой волне купить седьмую баллисту и ей в помощь поставить рядом башню замедления. Кстати, начиная с девяностого уровня, а иногда и раньше, что зависит от карты, я запускаю новые волны врагов по одной, только иногда добавляя в середине вторую. А после сотого уровня я не делаю и таких усилений, включая волны исключительно по одной. На девяносто четвертой волне я делаю две вещи, которые нужно было сделать уже давно. Первое. Я меняю стратегию баллист, которые стоят далеко от финиша, с фёст на уикист. Это позволит баллистам в первую очередь поражать слабые цели, а именно быстрых гоблинов и волшебников в плащах. При этом, если в общей толпе врагов будут идти и рогатые гиганты, баллисты не будут тратить на них время. Это важная тактика, поскольку баллисты имеют штраф при стрельбе по гигантам, а на поздних волнах уровни здоровья врагов уже настолько высокие, что становится важным атаковать только те цели, для которых урон орудий максимален. Однако не для всех баллист я меняю стратегию таким образом. Тем башням, что стоят у финиша и могут атаковать врагов, готовых пересечь финишную черту, я оставляю стратегию фёст, чтобы эти башни атаковали любого врага, опасно приблизившегося к моему замку. Второе, что я делаю, это улучшаю башни тесла до максимального десятого уровня и выставляю им стратегию атаки на стронгост. Таким образом, мои башни тесла будут в первую очередь бить по гигантам, если те идут в общей толпе. В отличие от баллист, тесла наносят больше урона как раз гигантам, и важно правильно их настроить, использовать этот бонус. Результат этих настроек вы можете наблюдать на видео. Теперь гиганты не проходят к финишу, как это было раньше. На какое-то время эта проблема решена, поэтому я продолжаю копить деньги и ставить баллисты, восьмую из которых я покупаю на девяносто шестой волне. Теперь я начинаю экономить деньги и уже не улучшаю баллисты до седьмого уровня, ограничиваясь лишь четвёртым или пятым. Вместе с выросшими наградами за волны, моя экономия приводит к тому, что сейчас деньги копятся намного быстрее, чем раньше, и это позволяет мне ставить новые башни каждые несколько волн. Очередная, уже девятая по счёту баллиста, куплена и установлена на место к юбилейной сотой волне. На данный момент моя оборона не пропускает ни одного врага даже близко к финишу. Сравните это с предыдущим видео, где стратегия позволяла легко дойти до сотой волны, но дальше начинались большие проблемы. Здесь этого нет. Видно, что сотый уровень с новой стратегией – это обычная проходная волна, которая не приносит никаких проблем и даже не является заметным рубежом. На самом деле, теперь никаких проблем у вас не будет вплоть до 115 уровня. Всё будет проходиться довольно легко, просто действуем как раньше, покупаем и ставим баллисты третьего типа. Если, конечно, на карте хватает для этого клеток. А вот 115 уровень принесёт проблемы. Волна номер 115 – это некий рубеж, способность пройти который, по моему мнению, является показателем уже некоторого мастерства и опыта в игре. Чаще всего в чатах можно увидеть скриншоты проигрыша именно на 115 уровне. По моей стратегии вы сможете его пройти, а вот дальше… дальше будут проблемы. Но обо всём по порядку. Свою десятую баллисту я покупаю на 103 уровне. Здесь всё по классике – прокачка до третьего типа и постепенное улучшение до 4-5 уровня. Вы могли уже заметить, что гиганты стали более живучими и проходят всё дальше. По-хорошему, мне нужно поставить дополнительные башни Тесла, но у меня нет свободных клеток в подходящем месте. Башни желательно ставить одной общей группой, чтобы они могли бить по одному противнику все сразу. Иначе их разрозненная атака просто не сможет отнять достаточно очков здоровья у юнита. К тому же скоро 115 уровень, где нас ждут новые проблемы в лице магов в плащах, которые мало того, что лечатся сами, так ещё и лечат всех юнитов вокруг себя. Поэтому совершенно недостаточно просто уменьшить здоровье юнита и позволить телепорту отправить его в начало карты. Ведь там он смешается с толпой магов, которые с удовольствием вылечат его, и усилия наших орудий будут напрасны. А ведь второй раз телепортировать этого юнита мы уже не сможем, и он пройдёт весь путь до финиша. Увы, мне просто некуда поставить достаточно башен Тесла, и я не делаю ничего, продолжая копить новолисты. Одиннадцатую по счёту мне удаётся купить на 107 уровне. Не забываю, конечно, улучшить её до нужного уровня и поменять настройки. Деньги копятся очень быстро. Вот уже 109 волна и 12 баллиста на карте, для которой проделываю все привычные улучшения и действия. Враги с каждой волной проходят всё дальше, и моим башням всё сложнее удерживать их от пересечения финишной черты. Мой телепорт с трудом справляется, выхватывая юнитов буквально на пороге. Однако, пока в замок вошёл лишь один юнит, тот, что проскочил в самом начале игры. Немедленные, но сильные гиганты, небыстрые гоблины или летающие змеи или драконы не могут пробить мою оборону. И вот настал момент, когда следующим будет 115 уровень. К нему я копил деньги, чтобы сделать некоторые важные изменения на карте. У меня ещё есть целых две свободные клетки, и в первую очередь я перенесу телепорт подальше. Удаляю его, а на то место, где он был, устанавливаю 12 баллисту. По моему опыту, чтобы пройти 115 уровень, имея запас хотя бы 10 из 20 сердечек, вам должно хватить 11 баллист третьего типа. Так что мои 12 точно справятся. Вопрос лишь в том, сколько врагов они всё же пропустят. Эту 12 баллисту я пока не улучшаю, поскольку мне крайне важно установить два телепорта, и я экономлю деньги. Новые телепорты ставлю на оставшиеся свободными клетки и улучшаю их до пятого уровня, где они наиболее эффективны. В итоге у меня даже осталось немного денег на второй уровень баллисты. Отлично. Телепортом я не меняю настройку, поскольку они стоят прямо у самого финиша, и мне нужно убирать оттуда вообще всех. Но если телепорт стоит подальше, иногда бывает полезно установить режим цели на strongest, чтобы в начало карты убирался самый сильный враг, а слабых могли добить орудия. Итак, всё, что можно сделано, и я запускаю 115-ю волну. Не забываю, что моя последняя баллиста не улучшена, и делаю это в процессе накопления денег прямо во время прохождения волны. Как вы можете видеть, моя оборона в основном справляется хорошо, все быстрые юниты уничтожены, и проблемы создают лишь гиганты, которые на этих уровнях уже слишком живучи, а у меня нет достаточного количества башен Тесла, чтобы с ними справиться. В итоге трое гигантов с иммунитетом к телепорту, смешавшись с толпой и избежав тем самым обстрела моими баллистами, всё же прошли в замок и отняли у меня три сердечка. В целом, неплохой результат. Следующая, 116-я волна, будет простой. На заработанный за пройденный уровень деньги я равномерно улучшаю все свои баллисты, имеющие самый низкий уровень. Так, общий наносимый башнями урон вырастет больше, чем если прокачивать какую-то одну баллисту до высоких значений. Запускаю 116-ю волну, которая проходится очень легко. В ней среди врагов лишь слабые маги, которые без поддержки гигантов или гоблинов уничтожаются баллистами без особого труда. Всего один раз пришлось сработать телепорту, а остальные враги даже не смогли приблизиться к финишу. Не забываю тратить все деньги на улучшение баллист. Сейчас мне просто не на что копить, свободных клеток не осталось, да и накопить я вряд ли смогу. Можно заменить одну из замедляющих башен баллистой, это может помочь, но это не точно. И тут я предлагаю вам самим поэкспериментировать. Почти так же легко, как и предыдущая, проходит и 117-я волна, хотя тут телепорты уже работали во всю свою силу, особенно под самый конец волны, отправляя красных скоростных гоблинов на штрафной круг. 118-я волна значительно сложнее. На ней часто прокалываются те, кто смог все же с трудом, но пройти 115-й уровень. Здесь маги выступают при поддержке зеленых скоростных гоблинов, которые довольно живучи, и как вы можете наблюдать, от проигрыша меня спасают только удачно расположенные телепорты. Некоторых юнитов они выхватывают буквально на последней клетке трассы. Наверняка более опытные игроки уже видят мои ошибки, но я их не вижу и не знаю, как улучшить оборону. Разве что поменять замедляющие башни на баллисты, но это нужно было делать раньше. Тем временем 118-й уровень пройден без потерь. Как обычно, пускаю все деньги на улучшение баллист и даю старт 119-му уровню. Кстати, за всеми этими волнами я упустил важный момент, когда мы выполнили цель, поставленную в начале видео. На нашем счету уже больше 130 тысяч монет, как я вам и обещал. Эта сумма была накоплена еще на 117-м уровне, а мы все еще не погибли, замок пока стоит. Продолжим и посмотрим, сколько монет сверху мы сможем получить. 119-й уровень был сложнее предыдущих, и двое гигантов смогли пробить оборону. Но зато на нашем счету уже 134 тысячи, и еще есть силы продолжать. Тратим деньги на улучшения и запускаем 120-ю волну. Здесь на нас идет полный набор, вся коллекция врагов. Для того, чтобы устоять против настолько разнообразных юнитов, нужна продвинутая защита, а моя опирается лишь на баллисты. Этого явно недостаточно, и несколько юнитов из 120-й волны проходят в замок. У меня остается лишь 8 сердечек, а на пути к замку еще целая толпа гигантов, и мне нечем их остановить. Предпринимаю последнюю отчаянную попытку и продаю одну из установленных в конце трассы баллист, чтобы купить на эти деньги башню Тесла и улучшить ее по максимуму. Это один из способов подольше продержаться в игре и заработать немного дополнительных монет. Так что я делаю это без колебаний, ведь важны только игровые монеты на счету. Посмотрите, как явно видно, что баллисты бессильны против гигантов на этом уровне. Первого в ряду атакует сразу 5 баллист, но его полоска здоровья уменьшается еле-еле. И посмотрите, как даже всего одна башня Тесла ускорила этот процесс. В итоге с огромным трудом мне все же удается пережить 120-ю волну. Оставшиеся 6 сердечек недостаточны, чтобы пережить 121-ю. Это ясно. Но сколько-то еще монет я заработаю, а это главное. Улучшаю все, на что хватает денег и запускаю врагов. И ко мне приходят какие-то сверхмощные зеленые гоблины. Только посмотрите, насколько малый ущерб им наносят все мои баллисты. Гоблины с минимальными потерями спокойно доходят до финиша, а так как они еще и довольно быстрые, телепорты не успевают отправлять их всех на штрафной круг. Здесь я сразу не сообразил, что мог бы выиграть еще немного, продав несколько баллист у финиша и поставив еще хотя бы один, а лучше два телепорта. Возможно, это дало бы мне шанс продержаться до конца волны. Не поступайте так же, как я, ищите возможности и меняйте башни на ходу, если видите, что это даст вам продержаться даже на несколько секунд дольше. Ведь потенциальный выигрыш тут не в паре сотен полученных за эти секунды монет. Выигрыш в более высоком месте в ежедневном топе, а там призы с каждым местом могут меняться на десятки и даже сотни тысяч, что сэкономит вам несколько дней напряженной игры. Если вы дошли до высоких уровней, боритесь до конца за каждого побежденного юнита, каждую секунду в игре. Впрочем, это только ваше дело. Лично мне это кажется не только прибыльным, но и интересным. Итак, моя игра окончена на 121 уровне, и за нее я получаю 136 с лишним тысяч монет. Такой результат ставит меня на 9 место в ежедневном топе игроков, что дает мне дополнительно 200 тысяч монет. Как вам такой бонус? Именно за более высокое место в топе и стоит бороться до конца. Обязательно пишите в комментариях свои отзывы об этой стратегии, а также то, как ее улучшить. У меня уже есть некоторые идеи, и я, возможно, сделаю еще одно видео на эту тему. Важно понимать, что мест в топ-100 всего 100 штук, и после того, как это видео выйдет и больше людей будут играть по этой стратегии, вам станет сложнее с ней попасть в топ. Но свои 130 тысяч монет вы так и так заберете, поэтому играйте и пользуйтесь. Кстати, если вы тот, кто стабильно зарабатывает больше 140 тысяч монет на разных уровнях, напишите мне, я буду вам особенно благодарен за советы и помощь в разработке новой стратегии. А если вы досмотрели это видео до конца, вы получили стратегию, которая сэкономит вам много времени и поможет заработать больше токенов в Заргейтс. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за ваши лайки и подписку, вы ведь подписались, правда? И до встречи в новых видео!